Добрый день, друзья! Сегодня мы опять с вами сделаем уже большую закупку в магазине Aldi. Это ближайший магазин к нашему дому. У нас произошли изменения. С начала апреля минимальная оплата труда изменилась, повысилась до 9 фунтов и 50 пенсов за час. Это минимальная, поэтому мы сейчас с вами проверим. Мы уже месяц с вами не были в магазине за покупками. Проверим, насколько цены в наших магазинах повысились или наоборот понизились. Ну, посмотрим. В магазине людей сегодня немного. Пасха у нас прошла. Множество различных товаров по акции, распродажам. Ну, пойдем посмотрим. Сегодня мы будем делать закупочку больше по мясу. Возьмем куриные крылышки. Здесь пачки по килограмму. Стоят они в функции 5. Ну, наверное, возьмем 2 килограмма куриного пиле. Стоит 10,49. По-моему, немного подорожало. Было около 9 фунтов. Курицы разного размера, по разной цене. Вот такие маленькие курочки. 2,99. Здесь до полутора килограмм. Побольше курочки до 2 килограмма 250 грамм 4,29. Возьмем вот такие вот бедрышки по килограмму в упаковке. Я беру 2. Стоят они 99. Тоже немножечко подорожали. По-моему, было фунт 80 где-то килограмм. Видите, полки с мясом полные. Я возьму вот такой фарш. Это свинина с говядиной 50 на 50. Здесь 750 грамм. Я возьму 2 пачки. И стоят они 2,99. Тоже, по-моему, немножечко подорожали. Раньше они были, по-моему, где-то по 2,80. Возьмем вот такой кусочек мяса. Это готовый рулет. Его можно и раскрутить, нарезать надбирные. Можно приготовить мясо целиком. Стоит оно 5,28. Здесь почти полтора килограмма. Мясо мы набрали. Теперь посмотрим молочку. Полки полные. В принципе, все есть. Не знаю даже, что нам нужно. Ну и с сыра возьмем пару пачек привычного для нас Эдама. Здесь 400 грамм. Стоит он 2,39. Теперь возьмем, наверное, сливочное масло. Есть масло слегка подсоленное. Есть без соли. Тоже возьмем 2 пачки. Фунт 75 килограмм. Стоит пачка. В пачке 250 грамм. Тут различные колбасы, мясо, нарезки. Мы возьмем в пачке 3 сосисочек. Сосисочек франк франкутес. Фунт 15. Здесь 350 грамм пачки. Раньше они, по-моему, были по фунту. Молоко различных видов. Но цены, я вижу, не слегка поменялись. Стали немножко дороже. Сейчас они стоят фунт 25 молоко. А раньше было по пункт 15. Возьмем пару баночек сливок. Сливки стоят 99 пенсов. Цена не изменилась. Печенье сладкое. Сильно цен я не помню. Не так часто мы их покупаем. Мне нужны обыкновенные песочные печенья. Я беру обычно вот такое молочное печенье. Возьму сегодня 3 пачечки. Цена его 29 пенсов. Охлажденные пиццы. Сегодня мы брать не будем, потому что мы готовим обычно дома. Цены, как я вижу, тоже сильно не поменялись. Есть от 3 до 4 пунктов. Ну, также есть и дешевые по 99, маленькие по 49 пенсов. В этом магазине небольшой выбор растительного масла. Но оно есть. Есть оливковое. Есть рапсовое. И недорогое фунт 29. Оливковое литр стоит 2,59. Возьмем соус. Соус барбекю я беру обычно. Он стоит 79 пенсов. Также нам надо взять майонеза. Возьмем 2 баночки. И стоит 69 за баночку. Возьмем упаковочку тунца. Есть в масле, есть в собственном соку. Не знаю, от чем они отличаются. Ну, вот возьмем такие. Цена за 4 баночки 2,49. За овощей сильно нам ничего не нужно. Возьмем вот такие помидорки. Здесь 330 грамм. Все от 25 пенсов. Возьмем небольшую упаковку бананов. Здесь 5 штук. Стоят они 69 пенсов. Возьмем упаковочку клубники. Здесь 227 грамм. Стоит она 1,89. Также для внучки возьмем малину. Здесь 150 грамм. Стоит она 1,89. Виноград разных видов. За упаковку здесь по полкилограмм. Там пункт 49. Есть микс. Есть черный виноград. Есть зеленый. Есть разных видов. Пункт 49 в основном. Цены на овощи я вижу, что сильно не изменились. Цветная капуста по 82 пенсов за головку. Было так где-то около 80-85. Она все время. По 50 пенсов брокколи. Тоже такая же цена, как и была. По 85 пенсов за упаковку грибочки. 89 и такие вот. Тоже цена сильно не изменилась. Из специй мне нужно взять сегодня какую-то зелень. Я возьму вот такую петрушку. Она в горшочке. Стоит 61 пенс. Из овощей сегодня очень много брать не будем. Возьмем одну упаковочку картофеля. Такого, как обычно, я беру. Стоит он фунт 25 за упаковку. Здесь, по-моему, полтора килограмма. Ботат есть поштучно. 57 пенсов за штуку. Это большие куклы. Также есть он и в упаковках. Такой килограмм стоит 99 пенсов. Ботат у нас дома есть. За вот морковочку мы с вами выберем. Морковка стоит за килограмм 40 пенсов. Красивая, мытая, чистая морковь. Возьмем упаковочку. Нам нужен лук. Лука тоже очень много, разный. Я беру обычно вот такой простой. Сегодня он красивый, не очень крупный, очень удобный. Здесь килограмм и стоит килограмм 50 пенсов. Возьмем паприку. Возьмем вот такой вот микс. Здесь три штучки. Стоит она 92 пенса. По-моему, даже подешевела. Она была больше фунта. Тут акционная полочка. Вот такие пять не очень крупных апельсинов. Сейчас они стоят 79 пенсов. Было 95. Возьмем одну упаковочку. Сейчас стало на улице тепло. Возьмем пару бутылочек какого-нибудь лимонада. Вот возьмем, наверное, вот такой лимонный. И давайте вот такой апельсиновый. Дешевый лимонад и стоит 45 пенсов. Ну, множество, как всегда, в Алде различных промышленных товаров. Различные техники. Нам сегодня это ничего не нужно. Полочка с лекарствами. У меня последние пару дней болела голова. Я возьму вот такой бупрофен. 39 пенсов за упаковку. Возьму две упаковки. Из химии нам нужно, наверное, взять жидкость для чистки туалетов. Возьмем вот такую большую бутылку. Здесь 2 литра. Стоит она 95 пенсов. Так же, как и была. Моющие средства. Магнум. Это аналог ферри. Стоит 49 пенсов. Ну, в принципе, он нам не нужен. Нам нужно купить какой-нибудь порошок для стирки. Для цветного белья. Я беру вот обычно вот такой. Это не порошок, это гель. Стоит он 2,49. Это будет на 42 стирки. Уходной двери у нас, пожалуй, пора заменить дорожку. Я, наверное, возьму вот такую. Есть темную. Возьму светленькую. Стоит она 5,99. 6 почти пунктов. И длина у нее 1,80. Вполне подойдет. Меняется часто. Возьмем такую. Туалетная бумага. Цены, как я вижу, тоже сильно не поменялись. Нам не нужно. Нам нужно сегодня взять кухонные полотенца. Возьмем вот такие 4 рулончика. Стоит 1,89. Надо взять баконечку белого хлеба. Такого, как мы обычно брали, я не вижу. Возьмем. Или, может быть, просто заменилась другая упаковка. Стоит 55 пенсов. По-моему, немного дороже я покупала, по-моему, по 49 пенсов. В этом магазине я беру обычно растворимый кофе. Бывает, что он нужен. Я беру вот такой. Это довольно-таки неплохой кофе. Стоит банка 1,65. Есть, конечно, и другой разный кофе здесь. Но меня вполне устраивает. Бывает, для готовки нужно. Возьмем баночку. Нужно купить яиц. Кстати, в прошлый раз я немного вас обманула. Потому что яйца эти, которые мы покупали по 1,89. Это яйца свободного выгула. Это немного дороже яйца эти. Мы возьмем 2 упаковки по 15 штук в упаковке. Упаковка 1,89. Мне для выпечки нужен сахар. Так мы его сахар не употребляем. Как и была цена 65 пенсов. Так цена и осталась. Возьму, пока я про запас. Будет дома, возьму 2 пачечки. У меня заканчивается мука. Надо взять пакетик. Здесь 1,5 килограмма. Стоит 49 пенсов. Также для выпечки мне потребуется порошок для выпечки. Это разрыхлитель. Также есть и сода. Стоит такая баночка 59 пенсов. Вспомнила, что дома нет макарон. Кстати, вот эти спагетти. Недорогие спагетти. Очень неплохие. Стоят они 59 пенсов за упаковку. Очень хорошие, крепкие. Не развариваются. Возьму пару пачечек. Также возьмем соевый соус. Он простой, но для готовки вполне устраивает. Возьму 2 баночки. Он стоит 49 пенсов за баночку. Мне захотелось для себя манго. Такое манго стоит штучка 75 пенсов. Очень люблю манго. Возьму одну. Ну вот такая тачечка у нас с продуктами сегодня получилась. Сейчас идем на кассу. И в конце я скажу, сколько нам это все обошлось сегодня. Ну и сделаем небольшой вывод. Пока шли до кассы, я нашла. Вот такая упаковочка. Продается ревень уже у нас. Стоит он 99 пенсов. Сегодня я брать не буду. Ну значит уже пироги с ревнем можно делать. У меня на канале есть рецепт пирога. Ну вот такую корзину продуктов мы купили. Как я говорила, сегодня мы закупались не на один день. То есть это у нас будет на несколько недель платит. Здесь в основном мясные продукты. Кое-что из овощей, ягод и кое-какой домашней химии. То есть это продукт нам хватит на несколько недель. Ну и что-то будем, конечно, докупать в течение недели в скоропортящейся. Получилась сумма у нас сегодня 82,46. Это немножко больше, чем дневная зарплата минимальная в Англии. Минимальная, как я говорила, за час 9,50. Это где-то 76 фунтов за 8 часов работы. Здесь получилось немножко больше. Ну вот, за один день работы мы можем примерно купить такую корзину продуктов. Ну, а у меня сегодня на этом все. Всем приятного просмотра. Спасибо, что заходите. Всем мира, добра, хороших дней. До свидания.